Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим на тему о том, можно ли употреблять детям спортивное питание. Потому что очень много мифов на этот счет ходят, блин, и, блям, некоторые бешеные родители чуть ли не привязывают детей к батареи и не наказывают за то, что они употребляли там какое-то спортивное питание. Спортпит — это обычные пищевые добавки, то есть пищевые концентраты делают из обычной еды. Тот же сывороточный протеин добывают, к примеру, из молочной сыворотки. Молочный, то есть этот самый яичный протеин, понятно же, откуда из яйца добывают, правильно? Есть также говяжий протеин, так что ничего такого там стрёмного нету. И детям, собственно, можно употреблять эти пищевые добавки. К примеру, БЦА, креатин, протеин, гейнер можно употреблять, карнитин также можно употреблять. Карнитин, кстати, продается в аптеке, если я не ошибаюсь, то препарат называется кардонат. И там немножко необычный препарат, потому что там четыре вида карнитина. Я уж точно не помню состав, не скажу. Что ещё можно из спортивного питания принимать детворе? Так, дайте подумаем. Протеиновые батончики, само собой, конечно же, тоже можно. Потом, что ещё есть такое? Глютамин, аргинин можно принимать. Ну, аланин я бы, наверное, не советовал пока детворе употреблять, потому что такой своеобразный препарат, бета-аланин. Вот, и потом, что ещё? Можно употреблять издобавок этот самый. Как его? Забыл. Арататкалия, кстати, тоже можно употреблять. И он в аптеке, в любой аптеке продаётся. Что касается таких препаратов, как милдранат и ему подобные, то, конечно же, детям его применять как бы не советуют, не рекомендовано. Да и, в принципе, к инструкции, к препарату, вернее, в инструкции этой чёрным по белому написано, что до 18 лет нельзя принимать. Не знаю, чем они там обосновывают. Но есть вот такое вот ограничение. Поэтому тут уже каждый сам для себя решает, надо оно ему это или не надо. Что касается по употреблению протеина, гейнера, БЦА и креатина, как их употреблять, то я советую употреблять следующим образом. Протеин, к примеру, пить утром сразу после еды 30 граммов и после тренировки по 30 грамм. В дни отдыха принимаем утром после еды и где-то перед сном или во второй половине дня. БЦА употребляем по 5 грамм 3-4 раза в сутки. Один раз утром, перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Ну, конечно, перед сном. В дни отдыха БЦА принимать утром, днем и вечером. Что касается креатина, то в принципе подросткам хватит дозы, я так предполагаю, где-то одной чайной ложки. Ее можно разделить на 2 раза. К примеру, пол чайной ложки выпить утром и пол чайной ложки выпить еще перед тренировкой. После тренировки его пить не надо, так как советуют очень многие, потому что креатин это по сути энергия. Ее лучше употреблять до тренировки. Поэтому после тренировки, в принципе, уже никакого смысла его пить особо нет. Гейлер употребляется в количестве 50 грамм 3-4 раза в сутки. Кому-то это может показаться много, но на самом деле это не так уж и много. Потому что это углеводы и в таком количестве его стоит употреблять для набора общей массы. К основному источнику, к основному рациону это пищевая добавка. Можно, конечно, употреблять и больше, но я не вижу смысла, в принципе, лично я не вижу, в принципе, в гейнере смысла вообще. Потому что мы и так потребляем очень много углеводов, то бишь сладости, макароны, каши. Поэтому целесообразнее в таком случае, конечно же, использовать протеин. Но, как бы, если уже вам так хочется гейнер пить, то я, как бы, ничего против не имею. Можете брать. Тем более на массе это очень хорошая добавка для повышения общей калорийности рациона. Очень хорошо помогает. Так, что у нас про BCAA я сказал, про гейнер сказал, протеин сказал. Что касается аргинина и глютамина, то эти добавки также принимать по 5 грамм 2 раза в сутки. Тоже утром и во второй половине дня, либо перед тренировкой. Аратат калия, аптечный препарат, его употребляют по 2 таблетки 2-3 раза в сутки. Что еще можно из витамина взять? А, тут же карнитин, кстати, чуть не забыл за него. Карнитин употребляется, его, кстати, тоже можно в аптеке найти в разных дозировках по 250 и 500 миллиграмм, по-моему, он в таблетках там продается. Есть еще жидкий карнитин, но, по-моему, таблетки немножко поудобнее, потому что можно с собой взять. Ну вот, если есть по пути на тренировку или вообще в дороге, если вы там, допустим, где-то находитесь, тоже можно скушать, чтобы не пропустить прием. Карнитин детям стоит употреблять по 500 миллиграмм 2 раза в сутки. То есть 500 миллиграмм выпили утром и 500 миллиграмм перед тренировкой. Если в дни отдыха, то утром и где-то во второй половине дня или перед сном. Вот, обязательно пить либо за 20 минут до еды, либо за 30 минут после еды. В принципе, принципиальной разницы особо, конечно же, нет. Поэтому спортивного питания не стоит бояться, это обычные пищевые концентраты. Если родители так уж боятся, что это какая-то ужасная химия, прошу прощения, то можете посчитать в интернете полно информации, из чего делают протеин, из чего делают гейнер, креатин и прочие добавки. Креатин, насколько я помню, добывают вообще из растительных источников. То есть это какие-то травы там еще и что-то там. Конечно же, креатин есть и в мясах. Вообще во всем мясе, во всем животном белке есть креатин. Он повсюду присутствует, но добывают его из растительного источника, потому что так дешевле. А вообще они не особо, я бы даже сказал, не то, что не особо, вообще не отличаются. Что животный креатин, что растительный, одинаково абсолютно. Поэтому не стоит этого бояться. Это обычные пищевые добавки. Открыли интернет, написали, из чего делают протеин тот или иной, из чего делают гейнер. И, в общем, сами можете поискать всю эту информацию в сети, ее благо полно. Тем более, что современные техпроцессы, они гораздо лучше, чем то, что было раньше, когда у людей, в общем, пятую точку разрывало. Из-за несварения. Сейчас-то с этим более-менее все в порядке. Очистка стала гораздо лучше. При выборе, кстати, протеина и гейнера. Ну, с гейнером немножко сложнее, потому что там в основном очень много углеводов, как бы из названия. Понятно, да? А с протеином, если у вас есть проблемы с непереносимостью лактозы, то выбирайте обязательно прот лактофри. Насколько я помню, у лактофри есть мекс нутришн и есть протеины островит, которые не содержат лактозу. Либо, если содержат, то в очень-очень малом количестве, что, в общем-то, на кишечный и желудочный тракт никак не влияет. Поэтому обращайте на это внимание. Также стоит обращать подросткам внимание на вкусовые заменители и добавки в этих самых протеинах и гейнерах. Потому что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость на тот или иной компонент. Поэтому, если у вас есть доступ, к примеру, к пробникам, если вы можете взять пробники на сайте или в магазине, то лучше, конечно же, взять 30 или 50 грамм пробника, чтобы попробовать. Если у вас через несколько часов не опухла шея, не началась чесаться физиономия, значит, все в порядке. Этот протеин можно пить. Но это не всегда и не у всех. И не пугайтесь, потому что это нормальное явление аллергии. Она есть у очень многих на те или иные компоненты. Даже есть на хлеб у людей аллергия. А именно не на сам хлеб, а на хлебные и ему подобные продукты мучные. А на глютен. Это такой, этот самый, растительный белок. В общем, очень адская боль такая. Не питаться, значит, хлебом нормально, ничего не есть, не пожрать. В общем, несущая боль. И безглютеновые продукты у нас в странах СНГ, это, блин, большая редкость. Если у меня, например, в городе их вообще нету, приходится, ну, если кто-то, допустим, имеет такую проблему, приходится заказывать где-то в интернете и ждать, пока все это дело придет. А так, блин, сидеть в проголоде, это просто капец какое-то, нельзя ничего попробовать. Короче, ужасная ситуация. Но это я уже немножко отклонился от темы. Потому что тема аллергии, это уже совсем другая, скажем так, история. И, может быть, даже запилю на нее ролик, если будет целиться обратно, если кому-то, конечно, будет интересно. В общем, вот такое у нас сегодня видео было про пищевые добавки и про то, что их бояться не стоит. Это обычные пищевые концентраты, которые, в принципе, вреда никакого себе не несут. Также не слушайте тех, кто вам говорит, что вот, спортивное питание нужно принимать только после того, как ты там уже 2-3 года позанимался. Я вообще не вижу, блин, логики в этой, блин, в этом мышлении. Ну, какого лешего 2-3 года ждать, блин? Может, вообще от еды отказаться? Правильно. А зачем кушать начинающему спортсмену, если он только начал заниматься активно физическими нагрузками? Лучше пускай 2-3 года подождет, правильно? Чтобы организм адаптировался. Ну, нормально будет. Вот. Поэтому никаких логических обоснований, вот эти вот странные какие-то, как бы их сказать, истории, выговоры и еще что-нибудь под собой, собственно, не имеет. Так что не слушайте никого. И, собственно, берите пищевые добавки. Обязательно определяйте со вкусом, потому что если кто-то, допустим, очень сильно не любит клубнику, а возьмет клубничный протеин килограммов 5, то он потом, конечно, уже будет у него через пару недель стоять вот здесь. Вот. Поэтому очень аккуратно с этим. Я не то, что говорю, что они очень противные. Просто я сам когда-то попал в такую ситуацию, других гейнеров, по-моему, гейнеров, правда, не было. И взял около 6 килограмм, по-моему, клубничного гейнера. Ох, какой он, блин, вкусный был. Просто олескапута. А я клубнику не особо люблю. Нет, я свежую люблю есть. Я не люблю, когда она в добавках, там, в этом самом, потому что она такая ядреная, что пить невозможно. Поэтому тут уж аккуратно подбирайте по вкусу. И, как я уже сказал, тоже, если у вас есть возможность взять пробники, обязательно берите эти самые пробники. Но если нету, тогда берите самую минимальную упаковку, там, полкилограмма или 700 граммов, поменьше, чтобы не приходилось потом это все выкидывать. Потому что 6 килограмм уже выкидывать будет жалко. Так что, такое вот у нас сегодня видео было коротенькое, поучительное немножко. И обязательно проверяйте всю информацию родителям тоже, если они против этого. Пускай посмотрят, что из чего делают, как добываются те или иные добавки и, в общем, что это такое вообще. Поэтому не стоит этого бояться. Обязательно, как то ли вы, вот, начали тренироваться, берите, запасайтесь пищевыми добавками, чтобы для роста организма, тем более растущему молодому организму, нужно очень много белка. А протеины и протеиновые батончики для этого подходят как нельзя, кстати. Потому что без белка начинаются, в общем, всякие нехорошие процессы в организме. Регрессирующие, деградирующие белок, это неотъемлемая составляющая нашего питания. Одними углеводами питаться это вредно. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. До новых выпусков! Субтитры сделал DimaTorzok